Рейд, рынок и привоз. Рейд у нас проводится. Цель и задача рейда, какие знакомства с функционированием рынка, насколько соответствуют санитарным нормам, насколько здесь комфортно для покупателей, обстановлено для продавцов. Ну и дальше мы можем обратить внимание, здесь зайдем в такую точку общепитов, потому что здесь насколько соответствует, насколько легально она, тоже насколько соблюдается норма безопасности, как охрана функционируется, противопожарная безопасность, ну и пообщаемся, я думаю, с администрацией тоже. Потому что три года назад, когда мы первый рейд проводили, с Александром Славовичем, очень много было вопросов там, но тем не менее за эти годы есть положительная динамика, рынок функционирует, и дело в том, что сейчас выступает летний период, жара, повышается количество отравлений, вот нам надо посмотреть, потому что мы все тоже жители, в первую очередь, этого города, входим сюда на рынок, и здесь вот как бы инициаторами выступили члены общественной палаты Шерест Аркадий Юрьевич, я, Игорь Валентинович Попов, представитель боевого братства, ну и представители ветеранских молодежных организаций. Как бы у нас сегодня гражданский десант, последующего мы будем такие мероприятия проводить и в местах отдыха граждан, парков, скверов, пляжах, ну и в качестве их безопасности. Телефоны горячих линий не указаны и так далее, этого нет, актуальная информация, это раз. Второе, значит полный беспредел на точке номер два, вот это кафе, где нет вообще никаких документов. Оно, по ходу дела, у вас вообще, оно, 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 оно здесь находится незаконно, значит, третье еще что, значит, не полностью укомплектованная медицинская артифика. Так, Игорь Валентинович, вот, я, я прошу. У вас еще какие есть эти тоже замечания? Ну, я понимаю, что люди у нас все довольны, они все хорошо, и, как вопрос, наверное, не столько, хотя может быть, как охраня тоже. Это движение транспорта хаотичной трассы, потому что, благо, что нас много, и, как бы, не осмеливались люди тут, не посигналят ничего, нам удовольствия, и следует, это первый вопрос. Второй момент, значит, если у вас охрана есть, вы же знаете, гибировка, знаки различия, как положено, то, чтобы выяснить вопрос ценного разрешения системы, ну, не знаю, нас же сопровождали ваши сотрудники. Я вот так контролирую. Контролирую, да, пусть, пусть будет так, пусть будет так. Ну, тем не менее, непонятно, что люди, кто такие, что находят. Понятно, что мы тоже ходим, по крайней мере, вы представляете, если что, мы говорим о том, что... Ну, здесь, тем более, на сваре, здесь, или все, да. Ну, чисто то, что вот про точку было сказано, там непонятно, как, что за вещание спутников, это я про добрыск Турецкий канал, который там созрели, то, что открытый огонь, и они одного средства пожаротушения, что-то говорят, мне в глаза не прочно. На точках, там они есть, средства пожаротушения, я вот рядом с мангалом, честно говоря, не уверен. По крайней мере, такие вот, ну, и просто так, по мелочи, я говорю, просто есть к чему не стремиться, но, в целом, если клиент доволен, если покупатель доволен, если, когда, в нашем городе доволен, то и хорошо. Это уже, как бы, плюс большой. С другой стороны, говорю, ну, у нас народ очень теперь, и не так сходительным, если мы относимся, ну, что ж, не надо. Ну, а в целом, ни неприятности, ни эксцессов, ничего. Ну, по-русски, это довольно незадачно отношение, и слава богу. Ну, я хочу здесь тоже, в части таких, скажем, по безопасности сказать очень хорошие вещи. Здесь, во-первых, находится участковый пункт полиции на территории рынка. Вся территория рынка, потому что прошлой осенью я вместе с сотрудниками полиции, мы подписывали акт о антифероре. Видеонаблюдение здесь очень шикарное, да. И пункт ФМС здесь есть, да. Да, как бы, вот эти вот плюсы, ну, хочется, да, чтобы мы придем, допустим, через месяц. Разберитесь, пожалуйста, здесь с незаконной торговой. Я вот, единственное, что хотел бы, на чем сакцентировать ваше внимание, что все недостатки, которые мы сейчас выявили в ходе нашего такого внезапного рейда, да, они устраняемы в течение одного дня. Понимаете, в течение одного дня, причем не требуют каких-то финансовых затрат или еще там чего-то, ну, за исключением вот этого кафе, там надо разбираться, да. Вот. А все остальное, это в течение одного дня состояние вы устраните. Я думаю, вот, если это сделаете, это, как говорится, ну, честь и хвала. Обязательно. Передайте, пожалуйста, наше пожелание руководству администрации рынка. И мы, как говорится, будем в эту ситуацию. Всего доброго тогда. Спасибо вам. Спасибо.